«Беспреданница» вышла на сцену Краснодара. Спектакль по одноименной пьесе Александра Островского дал старт 104 сезона в Краснодарском академическом театре драмы. Чем будут удивлять зрители, расскажет Аделина Сиренович. Страшно. Расставаться с жизнью совсем не так просто, как я думала. Пьеса «Беспреданница» была написана 145 лет назад, но ее смысл актуален во все времена. Это мужской мир без любви, эмпатии и цинизме, где женщине относятся как к вещи. На сцене трюм тонущего корабля, пробоины, вода. Это классический, красивый, костюмированный спектакль. В нем есть новый угол зрения, абсолютно текст на 100% сохранен. Опять же, если кто-то видел фильм, то здесь он увидит совершенно другую историю, но абсолютно классическую и строго по тексту Островского. Но угол зрения будет сильно отличаться. И он будет отличаться не потому, что мы хотели так сделать. Просто мы искренне были уверены, что должно быть вот так, именно так, а не как иначе. Все билеты проданы на несколько показов вперед. Дополняют пьесу световое и музыкальное сопровождение. Новое оборудование приобретено по нацпроекту «Культура». В рамках федеральной программы театр ждет большие перемены. Реновация фасада, остекление, изменится и назначение балконов. Сам по себе театр является, безусловно, очень мощной архитектурной доминантой центральной площади. И, конечно, мы должны выполнить эти работы на высоком уровне и точно в срок. И сегодня как раз происходит процедура подготовки проектно-сметной документации, ее корректировки, все необходимые строительные, такие монтажные, подготовительные работы. И в октябре месяце подрядчик заступит уже на, собственно, производство работ. Окончание работ планируется в первом квартале следующего года. Главный режиссер Арсений Фогелев поделился с журналистами планами труппы. В 104 сезоне зрителя ждет пять громких премьер. Среди них спасите Леню и Анна Каренина. В этом году Академический театр впервые запустит на своей площадке мастерскую. Попробовать свои силы на сцене смогут подростки от 11 до 16 лет. Нам интересно к нашему театру привлечь внимание со стороны юной аудитории и поработать с ними. Потому что вопрос, наверное, не только в обучении каких-то детей, каким-то навыкам. Вопрос в том, чтобы они изнутри пожили театром, поняли, что это такое. Мы ведь как думаем, что не важно, что они думают, мы делаем спектакли. Здесь обратный подход. Мы пытаемся понять их, чтобы сформулировать какую-то свою идею по поводу взаимодействия театра с ними. Школьников ждут мастер-классы от ведущих актеров театра, курс по написанию пьес и ораторскому мастерству. Самые талантливые ученики получат возможность выйти на сцену вместе с любимыми артистами. Заявку можно заполнить на официальном сайте и в телеграм-канале театра. Кульминацией вечера стало награждение актрис Ольги Вавиловой и Виктории Лукиной с присвоением звания «Заслуженная артистка Краснодарского края». Мы не будем раскрывать всех карт, дабы сохранить интригу, но в этом театральном сезоне вас ждет еще много-много всего интересного. Поэтому мы рады приветствовать вас в сценах нашего театра. Приходите за новыми впечатлениями, ощущениями и просто за приятными эмоциями. Труппа театра уехала на фестиваль в Казань, где представят постановку «Космос». Аделина Сиринович, Андрей Токмаков, телекомпания «Краснодар».